Эхо трагедии в Ижевске Нюансы самообложения 19 ноября в районах Татарстана пройдут референдумы по самообложению. Что сегодня известно об их процедуре, расскажет Рамиль Шайдулин. Постепенно наполняются. Мы тут плавали на лодках, на катамаранах. О ходе экореабилитации Лебяжьих озер расскажет Алина Бережная. Студенты с зарплатой 70 тысяч. Работали мы разнорабочим, но копали траншею, протягивали капельку. Сколько вы работали? Порядка 75 численно. С открытия фестиваля студенческих отрядов. Слава, Мадурян. Проверка на силу, гибкость и выносливость. Татарстанские школьники боролись сегодня за золотую медаль ГТО. Как это было и какие преимущества дает значок, узнала Анна Городнова. Взрыв в Ижевске, бдительность в Татарстане. Сегодня в Удмуртии траур. Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме возросло до 7 человек. Сегодня Ижевская трагедия стала одной из главных тем на субботнем совещании в Доме правительства. Рустам Яниханов поручил проверить все газовое хозяйство республики. Лина Зинатулина о том, чего ждать тем, у кого дома газ. Уже 7 жертв, среди которых двое детей и сразу два уголовных дела. Сейчас следователи выясняют, стала ли причиной трагедии халатность должностных лиц или злой умысел одного из жильцов. На месте продолжают работу более 40 татарстанских спасателей. Сегодня глава МЧС республики уже в Казани призвал усилить меры безопасности. С учетом высокого уровня газификации нашей республики проблемы являются для нас также актуальными. Такие же, к сожалению, происшествия у нас в республике также были. Это в городе Набережный Челны, в прошлом году Зеленодольске, в городе Казань с многочисленными жертвами. Особое внимание не только к газовому оборудованию, но и к системам вентиляции. Только в прошлом году в Татарстане 9 случаев отравления угарным газом, из-за чего погибли 3 человека, еще 27 пострадали. Всего же за 5 лет по этой причине погибли 59 человек. Итог обсуждения сегодня однозначный. Протокольно мы даем поручения на местах очень внимательно еще раз проанализировать, проинвентаризировать все эти объекты, провести разъяснительные работы и СМИ надо. Инциденты происходят и из-за нарушения регламентов, и из-за небрежного отношения к оборудованию, которое может стать причиной трагедии. Президент отметил, что в республике это случается каждый год. Инвентаризация к отопительному сезону – ежегодная мера безопасности. Как нам сообщили в МЧС, проверки по всей республике газовики уже провели совместно с сотрудниками их ведомства. Но из сегодняшнего совещания ясно – профилактические меры придется повторить. Страшная авария произошла сегодня в Пестричинском районе. На трассе М7 близ села Екатериновка лоб в лоб столкнулись два грузовика. Погибли водители обеих машин. Один из большегрузов перевозил кирпич. После столкновения кабины автомобилей отделились от прицепов, перекрыв всю дорогу. В обе стороны образовалась пробка в несколько километров. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняют инспекторы. Дорожная обстановка может ухудшиться. Синоптики предупреждают этой ночью и завтра днем на трассах сильный туман и первый гололед. Спасатели и инспекторы просят водители быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим. Система сбора и распределения средств в сфере ЖКХ должны быть прозрачными. Об этом сегодня в Доме правительства сказал Рустам Мениханов. В муниципалитетах сейчас продолжается работа по заключению договоров с новым ЕРЦ ТАТ «Энергосбыта», через который будут контролировать коммунальные платежи населения и их дальнейший расход. Также на совещании отчитались и о вводе жилья в республике. План выполнен пока на 81%. Среди отстающих – Ознакаевские, Зеленодольские районы и Набережные Челны. Через неделю в районах республики пройдут референдумы по самообложению. В программе «Пятый год» схема простая. На один рубль, внесенного жителями республики, добавляют еще четыре. Общие деньги тратятся на дороги, освещение и благоустройство. На что конкретно решают на сходах. Рамиль Шайдулин о том, почему важно проявить гражданскую активность. Еще недавно эта бочка валялась без дела, но силами жителей вновь стала водонапорной башней села Старая Мурзиха. Ее починили на средства самообложения, собрав по 200 рублей с каждого взрослого селянина. Собрали, значит, 47 800 рублей. Государство приплюсовало к этому еще 4 рубля на каждый наш рубль. И вот всего у нас оказалось 219 тысяч. Из них 90 ушло на башню, остальное на новую детскую площадку. Все вместе деньги, о которых и говорит сельсовет. Пересчитаем все сами. По самообложению собрали 47 800 рублей, плюс на каждый рубль по 4 государственных. Итого получается на 20 тысяч больше. Цифры не сходятся. По 500 тысяч рублей платила. Здесь деньги ушли не на то, чего хотели, сетуют пестричинцы. Ждали дороги, но снова напрасно. На загадочном референдуме средства вписали на ремонт кладбища. Администрация говорит, что участвовало там более 3000 человек, то есть 2 трети практически населения. Но можно пройти по улице, спросить у любого, на любой улице вопрос по этому референдуму. Никто вообще понятия не имеет. Как объяснили в исполкоме, о том, что нужно людям, выясняли на народных сходах. И кладбище оказалось в топе запросов. В этом году по той же схеме узнали. Нужно благоустроить детские площадки. Совет назначает, было принято такое решение. А 19 ноября уже жители пестричинского сельского поселения, избиратели, должны будут высказать свое мнение, согласны ли они. Чтобы после не было вопросов, селян ждут на предстоящих референдумах, где они окончательно подтвердят, за что именно хотят платить. 19 ноября встречи пройдут во всех районах. В списке больше 800 сел. Будут задействованы в этой работе 1705 наших участковых комиссий. 8 ноября они уже начали свою работу. Для того, чтобы все эти мероприятия 19 ноября прошли в строгом соответствии с избирательным законодательством. Правила остаются строгими. Если явка будет меньше 50%, референдум признают несостоявшимся. А больше увеличатся и шансы получить новую дорогу или освещение. То, что действительно нужно. За 4 года на эти цели Татарстан выделил больше 2 миллиардов рублей. Рамиль Шайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Елабужские и Пестричинские районы. Одни строят, другие ломают. В Альметьевском каскаде прудов орудовали вандалы. Неизвестные разрисовали и разломали статуи, которых презентовали 2 месяца назад на официальном открытии парка. Напомним, вскоре этот городской уголок должны заселить белки, лебеди и еноты. На это выделено почти 400 тысяч рублей. Но, видимо, тратиться придется еще и на ремонт. Я не подходила близко. Я уже посмотрела, смотрю, лежит. Думаю, ну как можно сломать? Это же ужас. Люди старались, сделали, как говорится, для красоты. Это просто, я не знаю, у людей похоже. Ну, ребятишки, наверное. Я считаю, что все-таки здесь или полиция должна проходить, или закрепиться какой-то организацией, чтобы здесь все-таки контролировали. Казанцы могут увидеть, как возрождается озеро Лебяжье. Сейчас каскад водоемов заполнен наполовину. До плановой отметки необходимо набрать еще около 170 тысяч кубометров воды. Если в Казани придут сильные морозы, то к концу ноября эко-реабилитация озер завершится. Алина Бережная о новых берегах Лебяжья. Молодые. Мы тут плавали на лодках, на катамаранах, когда были все озера. С ностальгией вспоминают казанцы об этих местах. Озера Лебяжьи всегда были излюбленным местом отдыха горожан. Летом пляшут шашлыки, зимой лыжи и коньки. Скоро традиции должны возродить. Дно углубительные и гидроизоляционные работы. Около полугода понадобилось для возвращения в озера полноценной жизни. Эко-реабилитация водоемов почти завершена. Всего за месяц большой и светлой Лебяжьи наполнили водой. Понадобилось 350 тысяч кубометров. На сегодняшний день глубина в этом озере примерно 3 метра уже. И чтобы оно заполнилось до проектной отметки, надо еще набрать 100 метров. Это 170 тысяч кубометров воды. Если озеро Большой Лебяжьи постепенно наполняется водой, то на Малом Лебяжье вода, наоборот, уменьшается. Причина задвижки на трубе. Но ситуация изменится весной, после паводка, когда снова заработают насосы. А это озеро Изумрудное. Здесь круглосуточно работает насосная станция для перекачивания воды. В час эта станция перекачивает 500 кубометров воды. Собственно говоря, именно эта вода поступает в чаши озер Большой Лебяжьи и Светлая. Само озеро Изумрудное не пересыхает, так как питается подземными источниками. Экореабилитация водоемов еще не завершена, но здесь уже многолюдно. Здесь все стало намного лучше. Очень большое пространство. Будем надеяться, что скоро это все облагородит. И сделает для людей место отдыха. Два дня назад вода еще не достигала ее. А сегодня он уже можно сантиметры отсчитывать. Так что озера будут. К весне купаться приглашаю. Если в ближайшее время не наступят сильные морозы, то система озер Лебяжьи наполнится водой к концу ноября. Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Фарид Мухаммедшин сегодня проводил в северную столицу первого консула Казахстана в Казани. Асхат Мускабаев продолжит работу заместителем генерального секретаря Совета Ассамблеи СНГ. Стороны поблагодарили друг друга за работу и договорились использовать положительный опыт совместной работы. Рабочие студенты подсчитали заработки и спели в Орлятском кругу. Сегодня тут отряды республики. Проводники, строители, медики и вожатые все лето трудились в регионах России. От Клининграда до космодрома Восточный. Сколько они заработали и все ли решают деньги, узнал Салават Мухаммедуллин. В Орлятском кругу плечом к плечу вожатые из Крыма строители из Сибири и проводники с железнодорожных путей. Был на космодроме, был на еду в Ялте, объездил много городов республики. Студенческие отряды для меня это просто, не знаю, вся моя жизнь. Я посвящаю все свободное время, наверное, этому движению. Мы разнорабочим, но копали траншеи, протягивали капельку. Сколько заработал? Порядка 75 чисто. За сколько? Два месяца. У всех участников движения есть звание. Вот, например, боец. А это уже нашивка комиссара. Командира же можно узнать по такой форме. Ну а это корреспонденты. Нам кажется, пора на открытие фестиваля. Три, два, один. В этом году в составе студотрядов республики почти две с половиной тысячи бойцов. В России их в сто раз больше. Это крупнейшая молодежная организация. Каждое лето студенты разъезжаются по всей стране не только работать, но и зарабатывать. Порой привозят больше, чем родители. У нас нет такого, что мы назначаем кого-то на должность. У нас все должности, они выборные. Ребята сами принимают решения, кто должен быть командиром, кто должен быть комиссаром. Впереди зимние каникулы, а значит и время новой целины. Работа есть всегда. Слава Тухмадолин Амерзалишев, ТНВ, Казань. На низком старте завтра команда Камазмастер отправится на Дакар. Планируется, что на проводы грузовиков приедет Рустам Миниханов. Сейчас команда завершает последнее приготовление перед отправкой в Южную Америку. В гонке примут участие экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мордеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова. Предстоящий Дакар сороковой по счету. Потом пилоты и члены Синей Армады отправятся в Перу в первый день Нового года. Стартуют экипажи 6 января в Лиме, финиш 20-го в аргентинской Кордубе. В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих. Если сейчас она составляет 40 часов, то для работников безвредных привычек вскоре может сократиться на 5 часов. Напомним, что Минздрав уже выступил с предложением о повышении цен на сигареты, поскольку с увеличением цен снижается количество курильщиков. Приведет ли сокращение рабочих часов к сокращению курящих, мы спросили у казанцев. Я бы бросил курить, чтобы работать меньше, потому что и так, знаете ли, можно уработаться. Зачем ты должен, допустим, работать меньше, если ты не куришь? От этого продуктивность же падает. Вот это время, которое кто-то проводит с сигаретой в руках, я смогу провести с пользой где-либо в нерабочее время. Если бы я курила, то, конечно, бы бросила. Это, наверное, хороший стимул, но лучше, наверное, было, чтобы повысили зарплату. Мне кажется, ради этого бы люди бросили курить. Это посложнее уроков физкультуры. Школьники Казани сегодня массово сдавали нормы ГТО. Более двух тысяч старшеклассников прошли на манеж центрального стадиона, чтобы побороться за золотой значок. Бег, подтягивания, отжимания – это не все испытания. Кто готов к труду и обороне, Анна Граднова. Месяцы подготовки, и вот она, финишная прямая. Старшеклассники проверяют себя на гибкость, силу и выносливость. Дана Шофеева занимается легкой атлетикой, поэтому специально к сдаче норм ГТО не готовилась. Говорит, пришла за компанией. Для меня самое сложное испытание, наверное, будет метание, потому что я никогда раньше не метал. Гафар Саттаров тоже спортсмен, играет в хоккей. Но к сдаче норм подошел ответственно. Это проверка себя, признается парень. За две недели мы с тренером проходили сборы. Он нас хорошо подготовил. Тренировки были два раза в день. Подтягивались, бегали, кроссы. Бег, прыжки в длину, подтягивания, наклоны – это обязательное испытание. Одно школьники могут выбрать сами. Например, пробежать кросс или метать снаряд. Испытания для мальчиков и девочек одинаковые. Вот, например, подтягивания. Только парни делают это на турнике 13 раз. Для девушек задание немного проще. Лежа и на низкой перекладине. Но количество повторений больше 19 раз. Сдача нормативов – дело добровольное и хорошо поощряемое. К золотому значку школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. Каждый университет решает сам, сколько дать баллов. От одного балла до десяти баллов. Ну, вы же сами понимаете, один балл иногда решает, попадет он на бюджетную или вне бюджета попадет. Кто и так уверен в своих силах при сдаче ЕГЭ, на этих соревнованиях выступают как настоящие спортсмены и нацелены только на результат. Артем Изеков ради сдачи норм еще в восьмом классе записался в бассейн. Я делаю это только ради души своей. Потому что я готовился к этому, я шел и я не намерен останавливаться. Без долота я не уйду из этого стадиона. С 2018 года мотивация сдать нормы ГТО появится и у взрослых. В республике запускается первый пилотный проект «Поощрение». За выполненные задания татарстанцам начислят бонусы, которыми можно будет расплатиться, например, в магазины спорттоваров или купить на них билеты на матч. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Сейчас время обзора всего самого интересного за неделю в интернете. Яркие события, неожиданные темы и уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике в сети. Всем привет! П! 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 Популярность! Последнее время в интернете можно наблюдать за большим количеством блогеров. И дети, смотря на них, так же хотят. И вот одна девочка из Нижнекамска по имени Алина около полугода назад стала блогершей. Снимает различные видео о себе, о своих планах и так далее. И вот Алина, как, собственно, настоящий блогер, решила устроить фан-встречу. Но что-то пошло не так. Я только что вернулась из фан-встречи, но, к сожалению, никто не пришел. Я очень расстроилась. Потому что в комментариях мне писали больше 20 человек, что они придут. Я ждала там полчаса, и никто не пришел. Полчаса на холоде стоял ребенок, ждал фанатов, и никто не пришел. А ведь она еще и подготовилась к этой встрече. Мне кажется, после просмотра этого видео никто, ни один человек не остался равнодушным. Ролик быстро расползся по всемирной паутине, и за неделю уже 3,5 миллиона просмотров. И, конечно же, известные блогеры не прошли мимо. Все поддерживают юную Алину и просят своих подписчиков поддержать ее лайками. Теперь, друзья, давайте все те, кто живет в Нижнекамске или рядом, или кто вообще просто хочет увидеть это юное дарование, не откажем, а просто придем на ее фан-встречу. А мы, в свою очередь, всей командой телеканала ТНВ поддержим Алину и желаем ей удачи. Больше подписчиков и лайков тебе, а самое главное, настоящих и искренних фанатов. Теперь о грустном. Не стало известного сатирика и комика Михаила Задорнова. Весь интернет выражает соболезнования и уже с тоской вспоминает его шутки и фразы, которые ушли в народ. Вот часто мы видим в интернете, в новостной ленте, видео различных аварий. Это примерно выглядит вот так. Вот, ездить никто не умеет, в аварии все попадают, из-за вас еще пробки тот. Но вот один герой, как говорится, дошутился. Очередной мой красавчик. А, ну это хоть не место. Едет за рулем, снимает видео аварии, снимал-снимал и сам попал в аварию. Но, друзья, такое могло произойти только в России. Это называется горе от горя. Собственно, поэтому пользователи в комментариях и пишут, что за рулем нужно не снимать видео, а смотреть на дорогу. В Чистополе мальчик нашел кабана. Причем не простого, а дикого кабана. Кабан! Кабан! Мам! Мам, кабан! При акции мальчика надо еще задуматься, кто тут дикий. Потому что, судя по голосу, парень просто в шоке от увиденного. Это кабан! Это кабан! А может, это другой кабан? Здорово, кабан! Здорово! Мобилу гони! Короче, дорогие жители Чистополя, будьте аккуратнее. И пока далеко из республики не уехали, вернемся в нашу традиционную рубрику в сети с президентом. Эту неделю Рустам Меньханов начал с поздравления жителей республики с Днем Конституции. Помните, во вторник было просто туманище. Так вот, обычная площадь свободы в инстаграме президента выглядит так. А в то туманное утро было как-то так. Также принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где выступили главы государств Владимир Путин и Носуртан Назарбаев. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы в Яндексе. Первую строчку занимает iPhone X, или как по-другому его называют, десятка. Причем, чтобы вы понимали, в день старта продаж нового смартфона в Казани никто не пришел. Вот так народ, похоже, понял, что это реально дорого. Вторую строчку занимает новый фильм от Marvel Tor Ragnarok. А на третьем месте День народного единства. Я вот не пойму, что можно было искать по этой теме. Что искали пользователи? Дату праздника? Или взрослые искали забавные картинки и видео, чтобы отправить их своим детям и друзьям в WhatsApp? На этом сегодня все. Пишите, комментируйте, присылайте свои новости и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Впереди прогноз погоды, а я напоминаю, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. До встречи в 21.30. Рено, Дастер и Каптюр. То, что нужно для зимы. Выбери свою выгоду. 0% по кредиту. 75 тысяч поддержка по программе обновления и суперцена от 559 тысяч рублей. Казань. Мамадышский тракт. 30. Все пропало. Сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю пятерочку. Корм-гурме в ассортименте. 85 граммов по 19 рублей. Хорошо, когда нужное рядом. Пятерочка выручает! 20 лет на сцене. Юбилейные концерты ансамбля танца «Казань». Хореографический спектакль «Великий шелковый путь». 7-8 декабря в Театре Камала. Лучшие хореографические композиции в исполнении ансамбля танца «Казань». Иномарка по цене отечественной. Да, если это Датсун. В ноябре со скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292-66-77. В магазинах низких цен «Победа». Республики Татарстан. Колбаса белковая 139 рублей. Рагу свиное 79 рублей. С 9 по 15 ноября в магазинах низких цен «Победа». Коррекция зрения 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузляр». Постройте свой дом с арским кирпичом. Только в ноябре цены снижены. Кирпич от 8 рублей. Бесплатное хранение. Арский кирпичный завод. Готовь кирпич осенью. Телефон в Арске 333-79. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Только в ноябре назначай свою цену на новый «Ниссан». Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 единицы. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. В начале выпуска интересная информация. Шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа. Доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДМ-мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань. Улица Восстания 23. Телефон 2. 167-166. И еще одна полезная информация. Спонсор показа ОАО «Марбиофарм». Грипафлю. Не дайте простуде и гриппу испортить вам жизнь. Грипафлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Грипафлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Грипафлю. Умеренная цена. По данным сервиса «Яндекс.Погода» завтра на юго-востоке республики будет облачно, пройдет мокрый снег. Температура воздуха около 1 градуса выше нуля. На северо-востоке также местами снег и около нуля. На севере Татарстана, Меделинске, Агрызи, Менделеевске облачная погода плюс 1. На северо-западе пройдет мокрый снег и до 1 градуса выше нуля. На юго-западе будет теплее, чем в других районах республики. Тут пройдут дожди до 3 градусов выше нуля. В центральных районах Чистополе, Альмегевске, Мамадыши пройдет мокрый снег и до 2 тепла. Автоцентр «Луидор Казань» официальный дилер автомобилей марки «ГАЗ» на территории Республики Татарстан предоставляет услуги по продаже и доработке автомобилей на базе собственного производства. Услуги автосервиса, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Автоцентр «Луидор Казань». «Казань-Сибирский тракт 59». Солидная выгода на автомобиле «ГАЗ». До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр «ГАЗ-Луидор Казань». Звоните 288-87-78. Предложение не имеется публичной аферной. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Арстальской Швейцарии. Ага, слов нет. Питание сюда. Шведский стол. Комфортные переходы. Процесса и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий. Санаторий Бакирово – одна из ведущих здравниц Тарстана. Известный далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Завтра в Казани будет облачно, пройдет снег с дождем. Температура воздуха в ночное время около нуля, днем плюс один, плюс три. Ветер южный до пяти метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Спонсор прогноза погоды – ООО «Акбарс недвижимость». Компания объявляет месяц покупателя. Только 190 хороших квартир по хорошей цене. Так, квартиры в жилом комплексе «Светлая долина» с выгодой 185 тысяч рублей. Телефон 295-77-77. Только 190 квартир с хорошей скидкой. Квартира в «Светлой долине» с выгодой 185 тысяч рублей. Звоните 295-77-77. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова